2015 год в России объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, к сожалению, лидируют среди самых распространенных и опасных болезней 21 века. Поэтому Краевой день здоровья, который состоялся в минувшую субботу, прошел под девизом «Беречь окружающую среду, заботиться о здоровье». В этот день на площади работал мобильный пункт переливания крови. Как оказалось, в Славинском районе немало людей, готовых сдать кровь ради спасения чьей-то жизни. Среди них те, кто пришел сюда впервые, но есть и люди, которые уже много лет являются донорами. Пройдя осмотр у врача, они могут стать спасителями чьей-то жизни. Как-то хотелось людям помогать. Наверное, цель такова была. Вообще, хотел очень давно начать заниматься этим делом, но так получилось, что только в прошлом году, где-то в мае или в июне первый раз пришел, попробовал. Понравилось, люди хорошие. Мобильный пункт переливания крови принял 55 доноров. Ничто не интересует человека более живо, чем состояние собственного организма. Оба малых зала Дома культуры стали приемными кабинетами эндокринолога, кардиолога, терапевта, невролога, офтальмолога, онкодерматолога, психиатра-нарколога, мамолога, дерматовенеролога. Прием ввели как врачи Славинской центральной районной больницы, так и краевые специалисты здравоохранения. Сегодня в нашем районном Доме культуры проходит очередной День здоровья, который проходит под девизом «Беречь окружающую среду, заботиться о собственном здоровье». Ну, вы видите, сегодня кто пришел сюда к нам, точно заботится о собственном здоровье. А в этом помогают нам краевые специалисты. Ведется забор крови, также электрокардиограмма. Ну, это дает нам замечательную возможность попасть к специалистам краевого уровня здесь у нас в Славянске-на-Кубане, прежде чем запланировано там. Это здорово, это замечательно, и славянцы уже к этому привыкли. И, надеюсь, будем продолжать эту добрую традицию. Это стало действительно традиционным сегодня у нас. Уже ежегодно проводятся такие мероприятия. В фойе на постах здоровья жители нашего города имели возможность провести лабораторно-диагностические исследования, сделать кардиограмму сердца, измерить артериальное давление, сдать анализ на определение глюкозы и сахара в крови. Кроме того, любой желающий мог провести компьютерную диагностику своего организма. Это доклинический тест, додиагностическое исследование, когда человек сам может понять, что происходит с его организмом на сегодняшний момент. И потом уже мы смотрим, где какие оценки, и направляем человека к конкретному врачу. Потому что человек может говорить, что ему просто плохо, но непонятно, почему ему плохо. Этот прибор позволяет понять, где проблема максимальная, в каком органе. В рамках реализации плана мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае в 2015 году специалисты проводили измерение артериального давления и определяли оценку суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью шкалы СКОР. Мы определяем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. Мы замеряем в Центре здоровья артериальное давление, определяем уровень холестерина в крови, выясняем, курящий человек или нет, и соответственно возрасту по таблице СКОР мы определяем риск заболевания и смертности на ближайшие 10 лет от сердечно-сосудистых заболеваний. Очень высокий риск смертности уже выявлен, например, у трёх человек на сегодня. Средний уровень смертности выявлен у девяти человек и низкий уровень у остальных. Жители Славинского района с благодарностью отзывались о работе краевых и районных врачей, об организации Дня здоровья, который даёт возможность получить квалифицированные медицинские консультации разных специалистов. Я пришла повеять своё здоровье. Я очень слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, не пью, не курю, работаю много, внуков нянчу, правнуков нянчу, на даче работаю. Мне скоро 80 лет, и я благодарна жизни за то, что я прожила. У меня дети прекрасные, внуки прекрасные, и хорошо, что нам организовали вот такой медосмотр, потому что каждый день ходить по врачам тоже как-то некогда, а тут всё мы проверили, всё нормально. Чтобы не болеть, нормальный образ жизни вести, не курить, не пить, заниматься зарядкой. Необходимо следить за своим здоровьем, поддерживать его вовремя, оказывать помощь своему организму. На встречу с врачами в этот день пришли более полутора тысяч жителей Славинского района. Проведено более 550 консультаций. Выявлено 381 различное отклонение в состоянии здоровья среди обратившихся жителей. Проведено 548 различных обследований. И было выявлено 204 патологии. Занятие спортом – это первый шаг на пути к здоровью. Поэтому День здоровья на главной площади города начался с зарядки. Привить любовь к спорту, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни – это то, к чему призывали в этот день юных славянцев организаторы праздника. Спорт нужен для того, чтобы у меня был хороший организм, чтобы не болеть. Нужно есть правильную еду, потому что, не знаю, может заболеть печень или еще что-нибудь, если будем есть фастфуд. Я кушаю на завтрак манную кашу. Я думаю, что нужно вести здоровый образ жизни, потому что это, я так думаю, нехорошо болеть, как-то лежать все время в постели, ничем не заниматься. Это скучно, можно так сказать. На улице играть – это хорошо. Я думаю, что вредные привычки влияют на наше здоровье. Может, если ты один раз что-то попробовал, может, тебе понравилось, потом ты не сможешь от этого отказаться, может, даже отвыкнуть от этого. Это очень тяжело потом будет. Я выбираю спорт. В рамках праздника здоровья на театральной площади прошла молодежная акция «Вредпарад». На специальных игровых станциях ребята смогли познакомиться и сфотографироваться с курильщиком Геной, который злоупотреблял вредной привычкой и превратился в скелет. На станции «Бросай курить» можно было выбросить пачку сигарет в мусорное ведро, раз и навсегда отказавшись от этой пагубной привычки, а взамен получить конфеты. На других станциях все участники разрывали сигареты на мелкие кусочки, забивали гвоздь в большую деревянную сигарету. Отказаться от вредной привычки, курения и выбрать здоровый образ жизни – вот главная цель «Вредпарада». Все участники интерактивных станций получают лотерейный билетик или приз, а в конце мы разыграем сувениры от Центральной районной больницы, от Управления об отделе молодежи для всех участников акции. Ну и, конечно, всем раздаем мы вот такие буклеты, называется «Лето молодое», в котором мы отразили все виды летней занятости, трудоустройство, отдых, походы, туризм, которые будут в этом году реализованы для молодежи Славянского района. И, конечно же, телефоны всех служб, которые участвуют в реализации летней оздоровительной кампании. А в это время волонтёры предлагали славянцам пройти анкетирование, чтобы узнать, знакомы ли они с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь очень важно, чтобы люди понимали, что за своим здоровьем нужно следить и беречь его. Здесь большое значение имеет профилактическая работа. Врачи не устают напоминать о мерах по предотвращению сердечно-сосудистой катастрофы. Это отказ от курения и употребление алкоголя, здоровое питание и физическая активность в любом возрасте. Краевые дни здоровья проводятся у нас регулярно. Но основные правила сохранения здоровья надо соблюдать каждый день. Вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, проводить своевременную вакцинацию. И тогда отличное настроение и крепость духа вам обеспечены. Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова